итак мы продолжаем и знаете здесь главное чтобы у меня сил на все это дело хватило потому что просто по приколу вообще на ровном месте на пустом начала болеть голова и у не так у тебя не хватает все шок я даже выспался в чем подвох вообще непонятно райден привет место выглядит заброшенным наверное все выжившие уже эвакуировались а здесь остались только следы катастрофа фурина правда может быть здесь давай попробуем найти ее поскорее пойдем может опять там на солнце магнитные бури как же меня просто корежит каждый раз когда подобные где там происходят это было близко вот просто счетом солнцу спокойно себе не живется ну видишь себе спокойно свете нет какие-то вспышки нет какие-то буря ужас смотрите-ка нашли готов к обнове хср пока нет пока не готов но брать ху ху буду точно это шурина она там совсем одна так тихо не спугни мы на охоте если что лучше сдаться нет никакого смысла случилось то что не должно было случиться все мертвы простите меня задавайся фурина хватит недостаточно простите на что я могу сделать только извиниться только извиняться снова и снова на спину нет ты как раз таки во время кто здесь не бойся фурина это мы белокурый путешественник а я была подумала это мои неразумные подданные он приползли на коленях просить прощения но в образ она умеет быстро входить это стоит признать да урина ты ведь сейчас плакала на твоих щеках видны следы слез о чем ты говоришь в самом деле утреннее представление в оперном театре так меня растрогала что я до сих пор не могу прийти в себя ага а этот некультурный сброд и испортил мне все удовольствие от спектакля они посмели усомниться в своем архонте я решил исчезнуть чтобы преподать ему урок не воображаю как они переполошатся когда увидят что архонты нигде нет и не вери это вместе совсем сумеречным двором тоже будут с ума сходить от беспокойства и хватит ломать комедию тебе сейчас очень тяжело мне конечно нет ну да ну да вот она гидро архонт вот как бы не то чтобы они там сильно расстроились фуриночка до того что ты пропала они пришли тебя изловить скорее за ней вот еще вот у этого чего голос прикольный выбил фурино фурино они пришли за тобой правда наверное это фанаты которые так долго мечтают со мной видится что больше не могут ждать нет это против правил нельзя допустить чтобы они добились своего фурино убежала за 300 круток c2 сигны поздравляю натуру давай скорее за ней и знаете когда за тобой гонится полицию это это фанаты это фанаты да наверное фотку хотят совместную запилить или автограф взять или отпечатки пальцев на крайняк наверное здесь и фурино ты еще громче орить на если за тобой гонятся значит и впереди ну да и не поспоришь же там база здесь есть потайная комната беги скорее сюда пока они тебя не слотили что детей там и да скорее они уже здесь ладно ладно идея хорошая и очень разумная и видите меня у меня сейчас другой вопрос ребят там а не было ли все это задумано таким образом чтобы ее туда заманить охота все дела все эти рассуждения было не просто не сложно догадаться что это выбит ее из кореи и все вот это вот и куда она пойдет вот или да там веревочки наверное всякие сейчас в этой комнате пупу-пупу поймали на тортик получается это тюрьма пойман даже запуталась ага но тортика нет есть рыбка рыбные тортики кстати наверное вкусная я ужасно устала они едва меня не поймали то есть я едва не сдалась под напором их горячей любви звучит мега странно так лучше потише нет она смогут услышать ладно тогда точно придется сдавать но вот умница что происходит пол дрожит это землетрясение а видимо случилась новая катастрофа да перед бедствием по соним тоже было землетрясение не может быть неужели это снова случилось но ты не волнуйся невелет разработал план действий на опасности так что теперь эвакуация должна пройти более гладко да мы будем надеяться на жители по сона их уже ой да ладно мы видим настоящую фурину серьезно фурина больше не может ломать комедия теперь говоря о своих истинных чувствах она выглядит намного естественней а вот она и показала нам наконец-то настоящую себя в третьем в третьем сюжетном патче региона ок это правда несколько столетий я без устали и следует тайну пророчества код и вчера youtube тоже шарил вот но опять же с моей стороны как бы все хорошо и чего с ютубом я вообще не понимаю когда-то у меня были свои люди по всему таевату они собирали для меня информацию я перепробовала множество разных способов удержать уровень моря чтобы вода не поднималась но все усилия бессмысленны я поняла это уже очень давно нельзя бороться с небесным порядком ну что бы мы ни делали предсказанное в пророчестве обязательно сбудется и все равно для тебя это не повод сдаваться до сдаться мне нравится как звучит это слово оно означает что можно наконец-то смириться с судьбой и получить освобождение но еще на что больше не осталось никакой надежды да я много раз хотела сдаться особенно после того как фонтейн едва не решился пуассона о шпинат до его судьба жестока она не признает правил пророчество только начало исполняться но погибло уже столько людей но сейчас мне все стало ясно я не имею права решать за фонтейн сам что пришло время сдаться и смириться с судьбой до самой последней секунды а нельзя опускать руки ну да давай шпинат удачнее сегодня круток на стриме не будет так что все ок не беспокойтесь я помогу людям сохранить надежду до самого конца блин но только разыгрывая комедию и клоуна ду люди не то чтобы чувствовать себя более уверенной в безопасности вам так не кажется ладно хватит мне иногда хочется сыграть трагическую роль но это там плотно это амплуа все-таки не сочетается с моим высоким положением верните пожалуйста туфу рину не принимайте всерьез все что я вам наговорила пока я стою у руля фонтейн не окажется во власти какого-то ничтожного пророчества ненадолго ее хватило ненадолго да ладно ты ведь сейчас какой-то веки была настоящей ну и все и хватит у нас мало времени мы не успеем если опять начнем если опять начнем все сначала мне нужно больше информации тогда фурина ты не должна нести это время в одиночку я не знаю что ты скрываешь но твой народ будет только рад разделить с тобой твою ношу и тут вспоминаются момент один из трейлера с тем что с ней там происходило да я ну не так народ должен ношу разделять разделить мое бремя это невозможно с самого начала было предопределено что это будет только мой долг даже если ты не хочешь снять с себя часть ноша ты все равно можешь кому-то довериться расскажи обо всем мне я буду свидетелем ребят неужели неужели снова же ну как бы третий патч и мы узнаем тайну пророчества ммм свидетелем ах да я слышала что ты прибыл в таеват из мест что расположены за звездным небом другими словами ты не принадлежишь этому миру и если все происходящее в таевате лишь спектакль на сцене то ты в нем зритель не так ли в этом случае времени совсем не осталось ну уже фурина погнали 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 паку а вот и для чего нам нужен был т.е. я правильно понял когда не в комнату е туда завели что это ловушка но то что ее в этой коробке сюда притащат и то есть когда вот это вот случилось когда как бы землетрясение это они просто контейнер перемещали с комнатой внутри ага ага а теперь давайте без лишних снов без лишних слов начнем судебный процесс над нашим богом слушайте ладно этот ход мне понравился ну они даже они пытаются активно развиваться и вроде как получается вот оно что да вы здорово постарались чтобы создать театральный эффект такие условия заслуживают самых высоких похвал на такие усилия заслуживают самых высоких похвал только не забывайте что перед вами пока ларс богиня справедливости воплощение справедливости привлекает к судебной ответственности справедливость несколько абсурдно и вы не находите санна кота твои слова следует понимать как отказ от участия в судебном заседании папа по ум таком случае ты можешь защитить свою репутацию на дуэли ой пупо ты поднимешь оружие на своего бога и ясно покажет себя уже не остановить да ребят мы все-таки добрались до развязки фонтейна никогда она не будет сражаться лапки кверху просто поверить невозможно урина сдалась она просто подняла лапки вверх это там все еще было понятно когда она тору бросала вызов ну при первом появлении при первом нашему знакомстве что происходит гидроархонт сдалась простой смертный это так унизительно госпожа фурино что все это значит тихо а я вижу произошло недоразумение поднятые вверх руки не всегда означают капитуляцию чего опять ищешь отговорки я подняла руки чтобы выразить согласие на участие в процессе дуэль не понадобится ну да ну да признаю долгое время я пыталась уклоняться от выполнения своих обязанностей да вон райден пыталась навалять и я прошу вас прощения я не смогла защитить жителей по сона я обязана предстать перед судом не вы не разочаровались во мне я тоже глубоко в себе разочарована но я ваш гидроархонт и настало время показать как я бываю отважно и решительно сегодня фурино откроет миру что такое настоящая справедливость я смогу вас защитить аплодисменты прямо сейчас на сцене оперного театра публики покажут удивительное и невообразимое представление запомните мои слова это будет самое волнующее и блестящее представление из всех которые когда-либо видел фонтейн внимание начинается суд над гидроархонтом погнали а людям насрать людям просто в райке а да серьезно ура исторический момент ну да ну как бы люди такое ощущение что фурина снова владеет ситуацией ведь мы привели ее ответить на суде за свои преступления фурина опять переигрывает на пойман кажется что теперь она относится к происходящему всерьез ну ее за жопу поймали как бы у нее выбора нет не и просто нет выбора но что же кто будет моим обвинителем суд просит обвинителя занять свое место да ваша честь а вот как очень хорошо обвинитель свидетель и соперник назначенные мне самой судьбой а его и фурина была так близко к тому чтобы открыть мне свой секрет но теперь мы здесь а все ничего мы еще успеем вам все во всем разобраться надо только победить все фурина в зале суда ну поехали дуэли с гидроархонтом судебная пока процесс не начался позвольте мне задать последний вопрос по моему это самое громкое дело которое было в этом суде опять что ли начнется это канитель с сопоставлением факт фактов надеюсь нет надеюсь нет мне и хватило насколько приготовление вам понадобилось чтобы вывести меня на эту сцену ну после нашей встречи мы и правда долго еще один уготовились я могу перечислить все задачи отстоявшие перед спина дирасулла поскольку их оказалось немного им были они довольно простые спина дирасулла в смысле продолжай надеяться и если это опять будет я ливаю почти все люди устроившие сегодня утром беспорядок в оперном театре были моими подручными а да то есть да 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 все так и было задумано они переоделись в штатское и пришли в оперный театр под видом обычных зрителей а там стали ждать случая поднять против вас протест пророчество исполняется и недовольство людей своим архонтом только растет чтобы разгорелся пожар хватило лишь маленькой искорки зная твой характер мы сделали вывод что в такой ситуации ты вероятнее всего сбежишь из театра и постараешься укрыться в пасоне они ее как книгу просто прочли и вторая группа ждала тебя там значит гнавшиеся за мной люди тоже были членами спина дирасулла и их целью было завести тебя гигантский волшебный ящик чтобы ты могла лично принять участие в величайшим иллюзионном представлении за всю историю фонтейна верно это было никакая не комната а волшебный ящик к слову его нужно было построить так то еще максимально улучшенная версия трюка с которым я впервые выступил в оперном театре размер ящика был увеличен в несколько десятков раз а пройденный им путь покрывает все расстояние деревни пуассон до острова ириний и на этот раз он перевозил не человека архонта ладно линия полностью справился со своей задачей спасибо фурина без твоего участия мы лишились величайшего фокуса за всю историю иллюзионного искусства не за что конечно это представление стало возможным лишь потому что мы заручились поддержкой отца дома чага предоставил рабочую силу и потратил много моря на воплощение нашего плана да могу себе представить вон фату и призвали на помощь нужно было найти подходящее место построить гигантский волшебный ящик прорыть тоннель проложить путь по воде работая хватило для всех они еще и тоннель копали и по воде везли иными словами не было никакого землетрясения просто гигантский магический ящик следовал на остров ириний в верно никакой катастрофы не было прости что же задачи не билета и кларинды я и так хорошо себе представляю а вы собрали публику обустроили сцену и позаботились о том чтобы судебный дуэлиант был готов к бою а теперь давай вспомним какое там расстояние ну там и все ради того чтобы начать процесс как только я появлюсь на сцене процесс от которого невозможно отказаться не я права да все верно какой же ужас начался то но мне фурину ну блин это немножко жестоко вам не кажется что же колоринда я восхищаюсь твоей смелостью только самый выдающийся судебный дуэлиант без колебаний выйдет на дуэль с архонтом да спасибо что до тебя тору полагаю твоей задачей было разыскать меня в пассоне а после отвлекать мое внимание разговорами чтобы я ничего не заподозрила до тех самых пор пока ты не займешь место обвинителя на сцене ты не угадала видимо задачей было разузнать о ее секрете моей задачей было дать тебе последний шанс да как я и думал и мы надеялись что ты поделишься с нами своим секретом пока волшебный ящик еще не выкатился на сцену серьезно то есть я лишилась последнего шанса а все ладно неважно что сделано то сделано ну поехали уже мне не терпится процесс от которого нельзя отказаться уже начался нет причин наставить публику без зрелища мы должны довести суд до конца я надеюсь мне хватит стрима чтобы довести суд до конца да теперь остается одно провести суд над гидроархонтом и все равно я не могу отделаться от мысли о том разговоре что хотела сказать мне фурина перед тем как очутилась на сцене господин обвинитель позвольте это вам госпожа шарлотта обратилась с прошением передать вам этот документ во время процесса им прошение было удовлетворено она говорит это должно ускорить разбирательство и шарлотта здесь поучаствовала шарлотта хочет что-то нам передать она здесь привет будто у тебя есть выбор выбором виде альтер 4 есть всегда прям всегда вот прям в любой момент это посмотрим это ведь то самое эксклюзивное интервью которое мы ей дали быстро она его подготовила если что за грустные поросады ты что брен я соскучился по поросаде ком подожди то есть шарлотта хочет сказать что в нашем интервью на быстрее на четкая последовательность всех событий которые случились с нами после прибытия фонтейн получается если во время процесса для подтверждения своих слов нам потребуется обратиться к фактам которые которым мы были свидетелями все самые важные события уже собраны в интервью там последовательность видимо я не знаю что с ютубом делать как его лечить у меня подорожника нет в этом проблема ребят ну твич живет судя по всему но я с ютубом ничего вообще сделать не могу а очень полезный подарок так давай посмотрим что там у нас освежим события в памяти просто в лицо вывалили информацию что вы раскроете дело так правда об исчезновениях потом тортика признали виновным потом мы до познакомились с фату и предвестником во сне и вы видели чай до плывущего по морю и огромного киста и битя сам стороны обвинения и защиты заняли свои места в таком случае объявляю заседание открытом дарьян похоже не с интернетом проблемы похоже проблемы с ютубом но да либо твич и либо вк плей тут ссылки в описании должны быть на ютубе вот если прям очень плохо на ютубе то можете либо на вк плей либо на твич куда-нибудь перепрыгнуть потому что в youtube видимо сегодня работать нормально не будет ну вчера вы заметили что вчера стрим тоже начинался вроде бы на ютубе хорошо все нормально было а потом просто во второй половине youtube начал лагать и здрасте в рот привет ладно не верят прибереги свои юридические словечки для другого раза а сейчас давайте перейдем к сути разбирательства пусть сторона обвинения скажет свое слово а я подсудимая а значит и сегодня играю главную роль но мне до сих пор даже не сказали в чем меня обвиняют в бездействии наверное тебя обвиняют но я так думаю по крайней мере прежде я скажу что простое смертные и не должны понимать мотивов которые движут богами но одного непонимания недостаточно чтобы обвинить меня в преступлении это верно но причина по которой мы привлекли тебя к суду не имеет отношения к твоим действиям в качестве архонта да катрина но вот именно вечером начинается все это дело мы судим тебя за то что ты вовсе не архонт урина пуп 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 хитр заговорил кстати да видеть гидроархонта за то что он не гидроархонт забавно подождите что госпожа фурина самозванка я думала сегодня гидроархонта будут судить за то что она плохо исполняет свои обязанности выходит она вообще никакой арху никакой не архонт как подождите а как мы можем судить ее за то что она плохо исполняет обязанности архонта когда она не архонт шах и мат ребят шах и мат все готово обвинение принято логика но она здесь есть ну да на публику сзади сейчас выловим госпожа фурина вы признаете себя виновной по выдвинутому обвинению ой неужели в точку по паре госпожа фурина не признаю как я могу признать пабло конечно появится когда у меня там со временем будет все получше а я фокалорс урина деа фонтейн одна из семерых повелительница всех а вот и людей народовых законов как я могу быть самозванкой вот и нам интересно ну да госпожа фурина иногда бывает вас был мощный но отрицать что она архонт это уж слишком да и я никогда не сомневалась что она настоящий архонт долг с долг свой она выполняла спустя рукава но почему и предъявляют такое обвинение мне есть основание верить что здравый смысл возобладает многие зрители знают меня как гидроархонта самого своего рождения они меня поддержат видишь даже ора отрез благоволит мне ты действительно хочешь выдвинуть обвинение которое никогда не будет доказано еще не поздно отозвать обвинение как богиня справедливости обещаю не привлекать тебя к ответственности за кривиту мы будем считать все случившиеся комедии разыгранные чтобы порадовать публику что скажешь а вы помните как на нас сыпались обвинения зашла навыка там тоже лаги да ты так тогда точно остается твич да не вон восемь человек навыка смотрят вроде там должно быть все нормально и на свет не поможет борьба с неравными шансами нам придется одарить у споре фури но и опровергнуть веру людей на люди верят что ты архонт потому что привыкли верить классно отличный аргумент что ж у тебя была возможность сдаться у тебя была возможность сдаться в таком случае позволю поинтересоваться кто же я такая по-твоему если ты не архонт а ну вот навыка значит все хорошо и если я архонт как не удалось прожить на свете уже больше пяти веков надо подумать что особенного мы знаем о фурине что-то особенное как фурина может жить так долго вот вот будучи всего лишь человеком ведьма ведьмы м тоже живет ведь разговор мон и давайте попробуем нет пойман не думает что этот аргумент сможет стать веским доказательством деле но ведьмы могут жить там кучу лет то почему нет ну и ладно у дед и нет штрафов никаких мы за это не получаем поэтому можем тыкать время дипломатической встречи со слугой она рассказала что уже самостоятельно исследовала фурину исследовала фурину и считает возможным что фурина не только не является архонтом но и поражена каким-то проклятием она исследовала фурину если вы понимаете о чем она вполне возможно что ты принадлежишь к другой расе который отличается особым долголетием даже если это не так существуют и иные способы продлиния жизни да например проклятие да кто это придумал слуга неужели выпали настолько низко что решили вооружиться против меня доводами одного из предвестников да неважно кто дал нам информацию сейчас важнее выяснить правду проклятие раньше мне казалось что нечто вроде проклятия исходит от самой ауры архонта теперь я понимаю что я ощущал в тебе не божественную сущность а проклятие не билет значит это же его чувствовал итак урина ты не архонта человек несущий на себе проклятие госпожа фурина не архонта человек еще и проклятый внешний человек может быть не отличим от архонта это правда в случае в энте в энте ребят больше всех никак не подпадает под описание архонта но в энте замаскироваться проще всего рано празднуете победу даже если ты правы им на мне лежит проклятие как это доказывает что я простая смертная есть доказательства мы можем сейчас просто потыкать мечом ну это негуманно к тому же каждый знает что бог отличается от человека дарованной ему властью волги обладают властью которая не снилось людям потому что они боги и не снилось да кое-кому блин это 6 звездных воин да про власть которой не снилось отцу даже до звездные войны ну скажите что это из звездных воин и что я не путаю warcraft 3 что прям оттуда чтобы настолько у меня все плохо понятно для меня накрыло понятно вот 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 куда не плюнь везде близы появление моей проявление моей власти веками проявление моей власти веками служат всему фонтейну то про нужно больше золото это понятно возьмите примеру хотя бы ора 3 смеканик анализ кардиналь или энергию ту самую стрёмную которую вы используете каждый день стоп тот процесс доказал что фурина не имеет никакой власти над ора отрез она то тортиком у пупу ты точно так же как и моим было сбито с толку когда ора 3 споставила постановила виновность и чайльда иначе ты бы придумала подходящее объяснение почему это произошло по факту по моему он тогда я выразилась достаточно ясно смертным не дано понять волю богов и никакие объяснения не требуются вы ребят это самый от самый отличный вариант он знаете он настолько же классно рабочие типа то ну ты же женщина там или я же женщина и все вот это и так и здесь как бы ну я вот бог да все не пузите вам не дано понять госпожа фурина считаю должным напомнить вам о ваших нынешних обстоятельствах в зале суда закон превыше всего сейчас вы прежде всего не архонт ответчик по делу если вы будете и дальше скрывать важную информацию вопреки правилам суда то попросту не сможете защитить себя от предъявленных обвинений никогда не думала что ты обратишься ко мне с подобными словами а все это не просто слова госпожа фурина это правило судебного заседания общее для всех не но вляпалась фурина ой как сильно дескью ты кстати в тарислан будешь залетать орков там правда нету но чё бы и не да получается ты не знаешь почему шайльд был признан виновным и даже не понимаешь как устроенный как работает ора трес ой боже китайский вов короче вот чтобы вы понимали процентов до 50 людей наверное которые ездят по машинах и и шарят как бы как это все устроено им и знать не нужно ирина привет а может у нее такая же логика знаете по поводу аратис ну работает и работает чё бузить то нормально же работает проявление власти которое ты назвала были созданы не тобой а настоящим гидроархонтом так проявление власти настоящим гидроархонтом о чем ты а я не знаю почему аратрис обвинила чайльда это правда посмотрите она уже не знает это уже но не дела богов и все такое если не знаешь как на работает то смотри чертежи ну типа да но если она нормально работает зачем но аратриса вынесла свой вердикт самостоятельно она действует и независимо с самого своего появления ну кстати да аратрис меками механик анализ кардиналь это отдельный вид извращения для тех кто это пытается прочесть нельзя нельзя сомневаться в божественной сущности архонта из-за несовершенства его творения я что-то создала я не знаю как она работает но вы не сомневайтесь она работает она продолжает искать оправдания похоже она уверена в нашей неспособности доказать что она не имеет власти над аратрис вспоминается прикол с голубем который крутил головой как вертолет летает же да и вспоминается прикол вместе с голубем с одной рису из хсера которая попыталась быть этим самым голубем но не полетела что-то пошло не по плану похоже так хорошо давайте пока оставим аратрис давайте поговорим о силе архонта силу архонта в зале собралось только продемонстрируйте тебя силу архонта в зале собралось столько смертных силу архонта не игрушка я не могу так рисковать ну да 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 если я на вас беспокоит безопасность зрителей а я могу взять их под свою защиту не стоит давай покажи свое владение силой гидра этого будет достаточно ты ведь гидро архонт и у тебя нет власти над гидра не говоря уже о силе архонта ну и видео там меч достается это отдельный вид искусства давайте не будем отрицать что сила архонта райден с ее мечом это это вид искусства все дела в этой энергии да именно в нем архонты черпают свою силу в вере людей а всю веру фонтейнцев справедливость я превращаю в интон ты да господи в энергию эту я отказалась от своей божественной силы чтобы обеспечить фонтейна энергией встречали вы когда-нибудь столь щедрого бога встречали ли вы когда-нибудь такого звездобола как-то не верится теперь ты ты от нее киваешься как фурина вы не понимаете это другое но это другое да каким бы щедрым не был гидро арху не был архонт он не может отказаться от всей своей силы если у вообще нет божественной силы какой же это бог но это бак тогда похоже никто не верит ее объяснением ну кроме нее мужа вы что что за недоверие в ваших глазах ну чё вы да вы чё ну ну нет у меня силы да не знаю я как работает вот эта штука которого приговоры выносит ну то что такого а перед вами прежняя фурина которую вы так любили вы должны мне верить пожалуйста поверьте мне я думаю на этом моменте самое время сделать перерыв потому что может 50 минут диалогов у меня уже голос немного того нужно идти заварить кофе вот в общем ребят пять минут и мы продолжим да как раз если у кого лагает youtube самое время на перерыве можно перебраться на twitch вот в общем пять минут и мы продолжим